вот так я установил осветительный прибор для того чтобы можно было спокойно подсвечивать место работы соответственно стал вопрос двигатель тот двигатель который был я отмел по причине того что он довольно-таки громоздкий и с избыточной мощностью и соответственно приобрел вот такой удивитель постоянного тока фактически у него здесь стоит вот эти вот не знаю лопатки для охлаждения но бессмысленно потому что там нет отверстий нечего охлаждать всех просто снимаем и вешаем здесь 2 шкив была вытащена также вот такая вот обойма я ее так заброшировал ничего не полировать соответственно это обойма крепит двигатель и соответственно здесь у нас есть отверстие для того чтобы двигать его по штанге то есть вот такой двигатель с двумя шкивами я буду применять так значит ну соответственно один шкив для привода станка и второй шкив будет здесь стоять для того чтобы можно было передавать вращение на например приставку для фрезерования или для шлифования далее была вытащена вот такая вот стальная деталь кому надо могу скинуть чертежи размера если вы кто-то захочет повторить такую конструкцию значит здесь гайки будут крепиться к столешнице ну и соответственно я ее после того как она была вытащена я ее отполировал и покрыл двумя слоями никеля подслойным никелем и блестящим никелем для того чтобы она гармонировала с цветом моего станочка ну скажем так получилось довольно таки аутентично здесь у меня отверстие соответственно вот таким образом буду крепить эту штангу направляющую и соответственно крепится здесь двигаться таким то образом вот такие я я смогу его фиксировать фактически вот будет установлены вот так и соответственно вот этот вот гайка будет заменена на ручку вот такую я думаю для того чтобы быстро фиксация производить вот таким образом планируется закрепление этого привода мы соответственно можно будет менять угол можно будет менять высоту того чтобы эффективно управлять вот как раз вращением приводом на вращение сейчас все соберу и покажу как все это работает ну что ж вот двигатель установлен я говорил убрал вот это вот здесь псевдо вентилятор который непонятно что охлаждает и поставил сюда второй шкив потом подумать как правильно сделать мне вот идея возникла какая ну во-первых я могу менять положение шкивов относительно станка путем подъема за счет ну пока здесь такая вот шайба потом я сделаю удобную рукоятку чтобы можно было фиксировать было сомнение что будет вращаться вся эта конструкция массивная на вот этой части вертикальной но но нет даже не проворачивается стоит намерто я могу даже вот двигать станок за нее она не проворачивается случае если что-то будет проворачиваться можно будет сделать небольшой кондуктор насверлить отверстий штанги и будет все прекрасно на сегодняшний момент все в порядке я сварил вот этот швейцарский ремешок зачистил место сварки соответственно идея еще возникла такая если мы вот здесь сделаем натяжитель ремня регулируемый какой-нибудь простой то вообще исчезнут какие-либо проблемы то есть можно будет ремень завод больше натягивать а всю конструкцию двигать для того чтобы приводить скажем так на фрез приставку решили в приставку отсюда и регулировать натяжение то есть да конструкция чуть усложнится зато не нужно будет менять ремни и думать что же теперь делать когда один провидится второй не хватает то есть здесь можно будет натянуть там отпустить или наоборот там натянуть здесь отпустить и соответственно такие регулировки позволяют сделать большей степени свободы залил я маслица масленочки соответственно у меня тут со шпинделем все в порядке ну что давайте включать всю эту конструкцию значит во первых лампа позволяет нормально светить во вторых мой блок питания позволяет включить сюда еще и usb но я думаю как-нибудь приду в порядок чтобы здесь где-то была отдельная электрическая часть с реверсом с регулировкой ну и можно будет использовать более простой блок питания что ждать попробуй подточить что-нибудь я вот тут несчастную заводную головку сюда поставил очень сложно снимать что-то делать но тем не попробуем таким вот образом конечно резец не центрирован я еще ничего не успел сделать но тем не менее это вот первое что я вообще делаю на этом станке соответственно очень сильно шумят когда мы их стачиваем вот что я хотелось показать да на 6 вольтах и 0 6 ампера наш двигатель прекрасно работает и никаких проблем вообще нет то есть все эти блок питания которые написано 2 ампера на самом деле не верьте не 2 ампера надо брать серьезные блоки питания и тогда будете убеждаться что это действительно блок питания настоящий а не какой-нибудь там который написано 2 ампера выдает 2 миллиампера собственно говоря я в этом убедился потому что когда я пытался взять более мощные двигатели но их тянули даже слабые блоки питания но и они были громоздкие неудобные то есть вот этот движок хотя при продаже было написано что он 500 ваттный слабо верится вот хотя есть понятие китайские ваты и они несколько иные да вот но тем менее вот этот движок спокойно тянет и фрес приставку и собственно говоря вот остановить рукой у меня не получается то есть проскальзывает и усилие довольно таки значительно это три с половиной ампера возникает соответственно я еще думаю купить такой двигатель вообще про запасы других проектов действительно мне очень нравится работать он бесшумно практически вот шумит здесь в общем то наверное вот этот сам привод и передняя бабка двигатель работает изумительный то есть работать одно удовольствие дальше если уж у меня руки дойдут до серьезных работ по электрической части покажу сделать реверс сделать регулировку прямо на доске но нужен мощный блок питания то есть я рекомендую всем если работаете то какой-то такой за 49 там 60 долларов стоит какие-то копейки идеальная вещь помощник чего угодно все с ним ну и я продолжаю наполнять свой более лайнин ищу оснастку на ebay и так далее думаю что доведу его до состояния когда на нем можно будет делать в общем все вот так на сегодня наверно у меня все